В то время как россияне уже с головой ушли в работу, в Китае только начинают окрашать дома. Праздник весны по нашему Новый год в Поднебесной приходится на конец января. Китаеведы из ППГУ разделили торжество. В галерее 12 коллегий открыли тематическую выставку. Яркий представитель – это картина так называемого Цзалбана. На выставке и народные картины няньхуа и выдающиеся труды китаеведов. СППГУ – один из крупнейших центров китаеведения в России. За последние 15 лет половина выпущенных переводов китайской литературы – это результат труда филологов университета. Такой размах позволяет лучше изучить и понять Китай не только как экономический центр, но и как страну с богатой духовной культурой. Вот этот порыв, интенция пожелать как можно больше самого лучшего, она отразилась на той самой картине, которую без разъяснения специального подготовленного человека обычный зритель навряд ли поймет, увидит только, что там какие-то фигуры, предметы изображены, а для чего, что это, понятно, не будет. Сейчас Китай – поле для богатого и плодотворного изучения. Даже там, где исследования вроде бы провели, появляются новые факты. Во-первых, что такое ньэнхуа, в переводе с китайского – это новогодняя картина. И это такое устоявшееся для нас уже и для китайцев, собственно говоря, выражение. Но тем не менее, ведь вот эти картины, их изготавливали, вешали в домах не только на Новый год. Картины вывешивали также и на праздник середины осени, и в летнее время тоже по определенным случаям. Сразу после открытия выставки – лекция, на которой исследователи китайской культуры рассказали о символах, скрытых в ньэнхуа, одновременно изученный и таинственный жанр. Екатерина Скрипцова, Евгений Горяев, Алексей Чубка. Медиа-центр СПБГУ.